Человек подал на убежище и благополучно уехал, не дождавшись интервью. Закон говорит о том, что человек, который подал какие-либо документы на получение миграционных привилегий, в том числе на убежище, если он покинул страну, не дождавшись результата, считается, что он отказался от своей заявки. Поэтому сами поставьте себя на место судьи или миграционного офицера, когда человек говорит, например, что из России он просит убежище, потом он по какой-то причине едет в Россию, возвращается и говорит, что хочет опять убежище. Но вы поверите такому человеку, что ему что-то смертельное угрожает в России? Нет. Наверное, нет. Поэтому лучше такие вещи не делать. Если вдруг случаются жизненные обстоятельства, то есть жизнь длинная, все, как можно случиться, нужно срочно поехать, например, в связи с болезнью родственника, смертельное или еще что-то, есть специальная процедура. Мы запрашиваем специальный документ, который дает право вернуться в страну и продолжить введение дела. Это касается не только убежища, это касается также грин-карта. Если вы подали заявку на грин-карту, если вы выезжаете из страны до ее получения, вы теряете грин-карту свою. Если только вы не получили специальный документ, который называется Advanced Parole. То есть мы его оформляем в этом случае, но я не рекомендую просить тем, кто просит убежище, потому что все это ослабляет кейс. Хотя у меня был случай, уже, к сожалению, ныне покойный клиент. У него в процессе оформления убежища умерла жена на родине. Мы для него оформили такой документ, он поехал на похороны, вернулся спокойно. В итоге мы успешно завершили его дело, он получил убежище. Но надо сказать, что этот кейс был очень крепким, можно сказать, пример того, какой должен быть делал для того, чтобы...